Это как, знаете, название Грозный. Грозный переименовали в Джахар. Оно также на чеченском называется Сверджгала. Все эти названия, они абсолютно меня лично устраивают, как коренного грозница. Но для меня он и Грозный, он всегда останется таковым Грозным. И Сверджгала для меня, и Град Джахар тоже меня вполне устраивает. То же самое и со страной. Так, Мессер Шмидт. Саламу алейкум, маршу гай лош, вежри, лозунг маршу я ожила, это лозунг наших шахидов. Давайте не обесценивать их из-за свиньи. Это банда зэки сначала Ичкерию, потом герб, теперь и лозунг порочат. Я согласен с этим полностью. Действительно, под этим лозунгом ушли из жизни, погибли и стали шахидами, иншаллах, лучшие из числа нашего народа. Поэтому сам этот лозунг, лозунг переводится с чеченского, как смерть или свобода. Ну, свобода или смерть. И такой, сам этот лозунг, конечно, не нужно обесценивать из-за того, что там этот мешок под этим лозунгом уехал домой. Это не значит, что теперь как-то лозунг от этого должен пострадать. Этот человек, когда он все эти лозунги кричал, когда он сидел в Украине и называл себя Бандерой, всячески критиковал Россию, возвеличивал Украину, Чечень и Чеченцев, проклинал Россию и русских. Я уже цитирую, он не отделял Россию от русских или русских от России. И он не был абсолютно аккуратен в своих высказываниях. Порой вполне такие даже нацистские высказывания от него были публично. И все под всеми этими лозунгами он в итоге благополучно десантировался в Чечню, сел в кадыровскую команду и сейчас является одним из таких рупоров. И ему не совсем удобно просто взять и сразу так от всех этих лозунгов отказаться, поэтому он теперь пытается эти лозунги как-то импортировать их, интегрировать их вот в эту ахматовскую систему, систему предательства, лжи, подлости. Он пытается теперь их туда, их интегрировать, не просто от них отказаться от флаг, герб, какие-то идеи, речи о свободе. Он вместо того, чтобы от них отказаться и полностью перейти на их риторику, он пытается эти речи туда интегрировать и сделать их теперь, пустить их на пользу их идеологии. Поэтому на это, конечно, покупаться нельзя. Нужно эти вещи отделять. Да, у меня даже есть фотография старая. Я ее сохранил, потому что на этой фотографии мой отец. Это фотография 94-го, наверное, года, перед войной, когда все уже шло к войне, и было здание Саумина перед зданием Рескома. У нас там комплекс правительственных зданий был. И вот над входом в Саумин был этот лозунг. Маршо, я ожила, свобода или смерть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Смотрите, Варанда Волк мне пишет, «Чечение, Богш, отделиться до Магэртумсо, Вежриш Духсинош». Он говорит, «Не пытайся отделиться, говоря «чечение». Многие братья отдали свои жизни для создания Ичкерии». Ни в коем случае я не отделяюсь от Ичкерии, но я за то, чтобы мы больше пускали в обиход термин «чечение». Потому что Ичкерия, вот я с собой не согласен, что у нас там погибали, пытаясь создать Ичкерию. У нас погибали, пытаясь создать Чечению, свободное чеченское государство. И вот этот термин «Ичкерия» был введен, то есть дополнено было у нас до 94-го, помню, в 93-м году, подсказывают, в 93-м году, когда до 93-го года мы были Чеченской Республикой. Но когда Россия приняла свою Конституцию, вот эта нынешняя Российская Федерация, приняла свою Конституцию, и они в свою Конституцию внесли нас, как субъект Федерации под названием Чеченская Республика, тогда для того, чтобы от них отличиться, просто это такой был бюрократический такой момент, формальность, для этого было вот это дополнено словом «Ичкерия». Просто для того, чтобы мировое сообщество нас отличало. И если вы посмотрите в Конституцию нашу, нигде не сказано Чеченская Республика Ичкерия. Поэтому наоборот, я за то, чтобы мы не цеплялись вот к этому Ичкерии, а говорили и Чеченская Республика, и говоря Чечения, и говоря Чечня, и говоря Ичкерия, и говоря Чеченская Республика Ичкерия, мы подразумеваем как раз вот то государство, за которое, как ты говоришь, у нас умирали, мы говорим о свободной, о свободной Чечении. Так я не против самого термина. Я говорю Чечение не потому, что я против Ичкерия названия, но я за то, чтобы все-таки мы чаще использовали Чечение. Ичкерия была до пришествия царских войск, они не фанатики и не падки до всяких символов, но Ичкерия более чем подходящая. На самом деле Ичкерия – это лишь одна область в Чечении, поэтому многие люди не согласны с тем, что целое государство назвали именем одной области. Да, это, конечно, значительная часть Чечения, большая часть, но это не все Чечения, помимо Ичкерии были и другие. Поэтому в этом плане те претензии даже людей, которые не разделяют, они верные. Просто сейчас говорить об этом не время. Это когда у нас будет оккупация, когда мы будем размышлять над тем, как именоваться. Мы имеем право на то, чтобы менять свои названия, делать все, что мы хотим, но это делается не тогда, когда у нас оккупированная земля, на которой полно оккупантских баз. И сейчас сидеть и рассуждать о том, правильно мы называемся или неправильно, это не время. Поэтому давайте эти разговоры оставим. Придет время, ну, я думаю, компетентные люди, парламент нашей республики, избранные нами депутаты, поднимут этот вопрос, проголосуют, если надо, мы сможем и страну переименовать, и города какие-то переименовать, и улицы, и, в общем, все, что мы захотим. Я без привязки всяких личных персонажей, которые топят за Ичкерию, я имел в виду то, что мы были Ичкерийцами до того, как русский сапог вступил на нашу землю. Какой русский сапог, в котором году вступивший? О чем мы говорим? Мы говорим о Второй войне. До какого периода мы были Ичкерийцами? Ичкерийцами мы стали только после того, как у нас в это название Чеченская республика, туда оно было дополнено словом Ичкерия. Только после этого нас стали называть Ичкерийцами. До этого Ичкерийцами могли называть только тех людей, которые живут в этой области Ичкерии. Поэтому не знаю я, о каком периоде ты говоришь. Короче, я не думаю, что это такая тема, которая нуждается в том, чтобы мы прям серьезно это обсуждали. Ну, кому как нравится, тот так и говорит. В целом, главное, что мы все имеем в виду одно и то же государство и стремимся к этому свободному государству. Как оно будет называться, честно говоря, для меня это не принципиально. Это как, знаете, название Грозный. Вот оно, Грозный переименовали в Джохар. Оно также на чеченском называется Суэльжгала. Все эти названия, они абсолютно меня лично устраивают, как коренного Грозница. Но для меня он и Грозный, он всегда останется таковым Грозным. И Суэльжгала для меня, и Город Джохар тоже меня вполне устраивает. То же самое и со страной. Тумсо. У Закаева Конституции. Статья. Чеченская республика. Суверенное независимое демократическое правовое государство. Хотя в 2002-м Асхадов поменял, сделав ее шариатской, к которой склонен больше ты. Мы же стоим на этих позициях, что все изменения, которые были внесены в Конституцию в 2002-м году, они все принимаются, и мы обязаны следовать этим поправкам. Конечно же, я на поправках 2002-го года. Не только я, в целом наша партия, Голос течений, она на поправках 2002-го года. То есть, первые две статьи в старой редакции были изменены на одну, уже в новой редакции. В редакции 2002-го года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok